Продолжаем выпуск. Родительское право на бумажном пропуске. В Новосибирске в детском саду номер 53 охранники от пап и мам требуют специальное подтверждение. Иначе ребенка домой просто не отдадут. И сделано это ради усиления мер безопасности. Александр Куршев о том, как воссоединяются отцы и дети. Виктор хотел забрать свою дочь из детского сада, но местный охранник потребовал пропуск. В целях безопасности их выдали родителям в начале прошлого года, когда открыли дошкольное учреждение. Со временем кто-то документ потерял, у кого-то он износился. Но сразу же после теракта в питерском метро администрация садиков вспомнила, что они есть. Год проходили в сад, его даже не спрашивали. А тут у тебя приводишь ребенка, охранник не пускает в сад, говорит, предъявите пропуск. Ты ему объясняешь, что этот пропуск был очень маленького размера, и возможно его спортмонет. Он потерял его и все. Я говорю, что я тогда ребенка не пущу, либо я сейчас вас запускаю, но вечером вы ребенка не заберете с детского сада. Пропуск. Маленький ламинированный листок с подписью заведующей детского сада. По размерам меньше стандартной визитной карточки. С обратной стороны телефон и сайт учреждения. Со слов родителей, получить его можно только два раза в неделю и в специально отведенное время. Заведующая считает такой график приемлемым. К дежурному администратору, либо в делопроизводство, который работает также с 9 до 6 ежедневно, я здесь нахожусь до 7 часов два раза в неделю. Ну и чаще бывает. То есть если родитель действительно заинтересован в безопасном нахождении своего ребенка в детском саду, они подходят, находят время, чтобы взять у нас эти пропуски. Есть еще одно требование. Для того, чтобы ребенка из детского сада могли забирать близкие, родственники, родители, необходимо через заведующую оформить доверенность с приложением копии паспорта. Данные о доверителе хранятся у охранника. И вот здесь возникает вопрос. А как же защита персональных данных? Без пропусков у нас вообще никто не пропускается. У нас, видите, висят для родителей объявления везде на входе, на этих дверях здесь, чтобы они были в курсе, все предупреждены, что строго с пропусками. В департаменте образования мэрии Новосибирска корреспондентам УТС сообщили, любые действия, связанные с обеспечением безопасности в дошкольных учреждениях, принимаются на усмотрение администрации детского сада. Никакого конкретизирующего документа в муниципалитете нет. Александр Куршев, Константин Менин. Новости УТС.